Электричек более чем в 10 регионах, в том числе в Забайкальском крае, Курской, Орловской, Вологодской, Челябинской и Оренбургской областях. В Псковской области пригородные поезда не ходят вообще. РЖД ссылается на финансовые споры с региональными властями. Компания хочет получить компенсации за снижение цен на билеты. В итоге в ситуацию пришлось вмешаться президенту. Все подробности у Павла Зарубина. Движение электричек в регионах должно быть восстановлено немедленно. Президент жестко раскритиковал кабинет министров за то, что правительство в принципе допустило массовую отмену пригородных поездов в целом ряде областей. О том, почему такое вообще стало возможно, Путин спросил у вице-премьера Дворковича. Дворкович сообщил, что ситуация сложная. Электрички отменены по десяткам направлений. Правительство, по его словам, разработало ряд мер для нормализации ситуации. Президенту такой ответ не устроил. И вот что последовало далее. Вы сейчас предложили набор мер. А что, раньше это нельзя было предусмотреть? Значит, правительство чем занималось? Вот когда вводило соответствующие нормативы, когда поддержало изменения взаимоотношений между регионами и РЖД. Мы ведь деньги предусматривали соответствующие по 25 миллиардов в предыдущие годы. Был график выстроен на работу. Значит, нужно было добиться того, чтобы или график выполнялся своевременно, либо деньги предусматривать. Ну что, у нас Министерство транспорта не существует, что ли? Есть, по-моему, вы курируете эту отрасль, да? Что происходит? Мы понимаем, насколько это серьёзно. Это же не один автобусный маршрут отменили. Перестали ходить электрички в регионах. Вы что, с ума сошли, что ли? Послушайте, это просто даже не серьёзный подход к делу. Это же касается тысяч людей. Это касается производств, люди едут на работу, либо не едут туда. Это что, неужели нельзя было сделать заранее? А теперь вы говорите, нужно ещё два месяца для того, чтобы эту проблему закрыть. Железнодорожное сообщение пригородное должно быть восстановлено немедленно, с гарантиями, соответствующими РАО РЖД, регио, по решению проблем. Или, если там, где они в состоянии сделать это самостоятельно, нужно отрегулировать это таким образом, чтобы это было сделано. Но сделано немедленно, не дожидаясь формального решения и провода через парламент или через даже решение правительства о каких-то вопросах. Здесь тоже определённые процедуры должны быть. В оперативном способе нужно восстановить движение пригородных поездов. Владимир Владимирович, мы это сделаем. 25 миллиардов рублей выделяются и в этом году в полном объёме. Никаких задержек с этой точки зрения нет. Я в течение суток предложу финансовое решение, которое позволит обеспечить восстановление сообщения. Как вы сказали, немедленно. Подождите. Восстановить нужно немедленно. Это одна из важнейших составляющих нормального функционирования регионов. Железнодорожное сообщение пригородных поездов. Ясно, что решения были приняты заранее по поводу того, что регионы должны быть подготовлены к этому. И на них лежит тоже огромная ответственность. Надо координировать эту работу. Всё, давайте дискуссию прекратим. Я прошу это сделать немедленно, повторяю ещё раз. Ещё одной важной темой совещания стал ход проекта по строительству Керченского моста. Компания, которая будет строить, определена. Стоимость проекта удалось снизить на 19 миллиардов рублей. Итоговая сумма – 228 миллиардов. Причём в контракте жёстко прописано. В ходе строительства меняться сумма не может. Движение автомобилей по мосту должно начаться в декабре 2018 года. Павел Зарубин, Валерий Иванов, Александр Терпугов и Евгений Никонов. Вести, Новоогарёва. И вот реакция РЖД на заявление президента. Там уже сообщили, что отменённые электрички снова выйдут на маршруты в минимально возможные технологические сроки. Время потребуется на расконсервацию подвижного состава и согласование графиков движения. Сами графики уже готовятся и вскоре будут представлены в правительство. И вот ещё одна новость, которая касается железнодорожного сообщения. Продолжение следует...